Добрый день! В Украине уже политический сезон закончился. Порошенко пропиарился на военном положении. Депутаты поехали кто куда, кто на округи, кто на Сейшелы. У меня сегодня второе уже посещение второй тюрьмы. Я сегодня в прямой эфир выходил. Хочу рассказать и родственникам, и друзьям, хлопцам, украинским добровольцам, которые сейчас находятся в грузинских тюрьмах, тем, кто их поддерживает. Итак, это вторая тюрьма. Уже в народе названия, насколько я понимаю, нет. Ну, Руставе называется. В первой тюрьме находится часть ребят. Вот это вот эта тюрьма вторая. Она уже больше за городом. Ну, тем, кто только подключился, тем, кто не знает этой истории, рассказываю еще раз. 28 числа я приехал сюда в качестве наблюдателя официального по решению Центральной избирательной комиссии Грузии. Была информация, что Медведчук сюда собирается. И информация потом получила свое подтверждение о том, что Медведчук собирается сюда. И, судя по всему, те фальсификации, которые здесь и планировались, и проводились, они будут иметь место потом в Украине. Значит, Грузия очень важна для Украины, потому что украинцы с грузинами вместе воевали, начиная с 90-х годов. Помогали им. Помогали им в 2000-х годах. Помогали в войне против России, в частности, военной техникой. Очень много грузин воевали вместе с нами. И украинские добровольцы, пользуясь случаем тем, что я тоже сюда поехал, которые воевали со мной, были рады, что они смогут посетить своих грузинских попротивов. Лукуч Етью, Монон Адерация, семью его, масса других людей, которые в 2014-2015 году защищали Украину против России. Было всего лишь несколько дней у них на это. Приехала также моя жена. И они посещали семьи. Они ходили, пользуясь их гостеприимством, собираясь еще поехать по нескольким городам Грузии. И после этого их находят вместе с якобы оружием. Причем оружие, несколько гранат, какие-то древние парабеллумы и моток проволоки, который похож на куклу Вуду. Очевидно, они собирались камлать. Сразу же подключились, банковая подключилась к Грушевскому. Начали рассказывать в Украине о том, что якобы меня арестовали, о том, что здесь проходят какие-то Майданы. Хотя на самом деле никаких сейчас Майданов, никаких каких-либо волнений нет. Украинское государство наплевало сразу же на своих добровольцев, которые их сзадицы защищали во время войны. И знаете, что хочу еще отметить? Масса людей, которые в 2014-2015 году молились на этих добровольцев, они сейчас просто деградировали. Я не говорю про всех, я не говорю про большинство. Я говорю про тех, кто бездомно повторяет мантры банковые. Что они там делали? Вот они там нас поссорили с Грузией, а вот их там посадят, а вот по делам. За все эти годы ложью телевизионной, ложью обычной жизни, очень много людей подорвали моральные устои. Люди смотрят, для них это норма жизни, они кивают головой и сами повторяют эту ложь, и учат этой лжи своим детям. А правда такая. Любой украинский гражданин, неважно, доброволец, недоброволец, который защищал Украину, или который просто жил обычной жизнью, имеет право, имеет право, на поддержку своего государства за рубежом, если он попал в беду. По закону, консул обязан работать с адвокатом, информировать родственников, помогать с правозащитниками, делать ноты в Министерство иностранных дел, защищать людей. Вместо этого, здесь, выполняя пожелания банковой и консулу, первый секретарь посольства, ну, фактически, ребята назвали их ФСБшниками, потому что их поведение от ФСБшников ничем особо не отличается. Я остаюсь все это время в Тбилиси, приношу извинения своим избирателям за то, что не был там в сессионном зале, не участвовал в этих всех нажатиях кнопок, переточных драках и прочее. Я не могу бросить ребят, которых бросила псевдоукраинская власть. Я ее иначе назвать никак не могу. И сейчас мы работаем с адвокатами, боремся за то, чтобы их освободили. Юридически все достаточно просто, половина вещественных доказательств уже уничтожена, с самим следствием, то есть подорвали все эти гранаты. Отпечатки пальцев до сих пор не сняты, требуют это сделать адвокаты. И... Да, вот она просит отодвинуться. Да, спасибо. Спросит немножко отодвинуться. Это нормально? Значит, отпечатки пальцев так и не сняты. Основная проблема в том, что... Основная проблема в том, что при задержании незаконно, без решения суда, под видом проверки ротовой оболочки, у ребят брали образцы слюны. И адвокаты опасаются, что это биологические материалы будут нанесены на эти патроны или еще на что-то. Другие доказательств никаких нету. Министр внутренних дел Гахария заявил вчера в парламенте, что не надо называть ребят боевиками, потому что там ничего не доказано. За ними следили после всего, после самого их прилета сюда. И поэтому ниоткуда оружие они провезти не могли. В самолете, естественно, его не провезешь. Здесь, естественно, не зафиксировано. В номер, где они жили, имели доступ и портье, имели доступ и администратор, и упорщица, и так далее и тому подобное. Мы, наверное, мешаем немножко. Мешаем? Еще дальше отойдем. До машины? Да, вот до машины отойдем. Тут ветер плохо слышно, поэтому отойдем до машины. То есть никаких доказательств нет. И до сих пор, кстати, продолжают следить за людьми, которые приезжают с Украины. А украинская власть в лице вице-спикера Герасченко, который обнимается везде с Медведчуком, в лице негодяя, вора и одного из советников президента, который нигде не воевал, но очень на этом пиарился, они сделали все, чтобы ребятам жизнь осложнить. В Украине был снят ПТРК «Украина», Ахметовский сериал, в котором ребята назывались боевиками. Куча информационных проституток, в том числе в погонах, продали свою совесть и честь, лили на них грязь. И здесь, здесь это тоже показывали. Большая часть людей в это не верит. Я общаюсь с людьми в Берисе, приезжал вчера к семье грузинского добровольца Луки Чхети, там тоже никто в это все не верит. И желают удачи, помогают, чем могут. Большое спасибо тем грузинским добровольцам, грузинским гражданам, которые помогают ребятам. Большое спасибо украинцам, которые за них переживают. Ну, те люди, которые уже, знаете, морально деградировали и поддаются пропаганде мародеров. Я вам хочу сказать, желаю вам счастья, здоровья и удачи. Я думаю, что вам отомстят ваши дети, которых вы вот так вот и воспитаете. Нормальных людей, нормальных украинцев, я знаю, что больше. И ребята, их семьи, часть из которых уже здесь, очень благодарны. Что я буду делать, если все это затянется? Значит, будем здесь организовывать тех людей, которые воевали в Украине, тех украинцев, которые готовы поддержать ребят. Будем мирно, спокойно ездить по городам, рассказывать о том, что Украину и Грузию хотели поссорить, что бородерская власть в Украине и те люди, которые зависят от российской власти в Грузии, хотели, чтобы и оппозиция одна, и оппозиция вторая были облиты помоями, чтобы люди в Украине боялись грузинских снайперов. Помните, нам рассказывали про грузинских снайперов в Саакашвилии на Майдане? А люди в Грузии боялись украинских снайперов. И самое главное, что за всеми этими политическими игрищами воры и негодяи забывают про то, что у ребят есть семьи, у них есть дети, они отвоевали свое. 14, 15, 16 год. Они отвоевали свое. Они сейчас свободные люди. Они могут ездить куда угодно, к своим друзьям, еще куда-то. Они могут наконец уделить свое время своим детям. К сожалению, в большую половину времени после войны они посещали антикоррупционные акции, они защищали фермеров, они выходили на блокады торговли с оккупантами. Это не те люди, у которых уже совесть и честь полностью деградировали, у которых нет морали, есть только портрет Порошенко и собачьи будки, в которой они живут. Есть только ложь в виде нормы жизни. Это люди совсем другие. Я могу долго рассказывать, но я думаю, уже нет смысла. Тем, кто хотел услышать, что это происходит, я рассказал. Хлопцев не бросим. Буду оставаться здесь, пока мы их не освободим. Я думаю, что и Порошенко, и те, кто успел эту провокацию здесь, и Медведчук, обломают на них свои зубы, как обломали в 2014 году, в 2015, в 2016, в 2017. А потом я надеюсь, что когда в Украине люди проснутся, более-менее ребята, я думаю, окажутся на своем месте. Вот уже пришел адвокат. Сейчас будем с ним заходить. Слава Украине! Спасибо. 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 Спасибо.